Его считает основоположником новой эпохи в истории Кавказа. Он заложил основы имамата – государства свободных горцев. Как отмечает главный редактор и составитель книги об имаме Газимхамаде Шапик Азиев, его беззаветная любовь к родине, преданность идеалам свободы, равноправия и справедливости были восприняты народами гор как путь в лучшее будущее. Как отмечают историки, его жизнь – образец судьбы гения. Мы постарались как могли, поработали в разных архивах, здесь и за рубежом, в разных музеях. И нашли очень-очень много интересного, включая иллюстративный ряд. Если вы обратите внимание, там очень много иллюстраций, которые впервые публикуются. Я считаю, что каждое такого рода издание должно нести что-то новое, кроме того, что оно должно быть верным. Если посмотреть, как этот человек смог совершить духовную революцию, когда, казалось бы, все было против него, но он был настолько чист в своей вере, настолько убежден в своей правоте, настолько предан Всевышнему, что это давало ему силу, помогало ему. В книге использованы максимально достоверные источники. Она проходила проверку на исторической кафедре в Дагестанском исламском университете. Доцент кафедры Мурадулла Дадаев отмечает, что книга о жизни имама Гази Мухаммада пробудит в каждом читателе чувство патриотизма и любви к своей родине. Для любого читателя она будет полезна. Общая книга рассчитана на широкий круг. И в этом книге, конечно же, раскрывается жизнь самого имама Гази Мухаммада, его юношеский возраст, его время обучения, как он обучался. И, конечно же, там затрагивается и тема самого имама Шамиля, так как они оба были друзьями, неразлучными, вплоть до самой смерти имама Гази Мухаммада. Гази Мухаммад из Гимры – первый имам Дагестана и Чечни. Мусульманский ученый-богослов. Был одним из самых отважных и предпринимчивых горских предводителей, действовавших против захватчиков. 17 октября 1832 года был убит во время штурма аула Гимры.